В Люберцах продолжается серия праздников «День соседей». Мероприятия, объединяющие жители одного двора, проходят во всех поселках округа, а также в новых микрорайонах. Одну из самых массовых площадок организовали в жилом комплексе «Самолет». Как все прошло, покажем в следующем сюжете. Не «День соседей», а настоящая дискотека под открытым небом. Семьи знакомые хиты исполняли артисты городского округа. В то время как взрослые слушали концерт, дети угощались сладкой ватой, участвовали в квестах и мастер-классах. Здорово! Деливать пряники разукрашивали. Да, очень интересно. Здесь много всяких подарков дают. И мастер-классы. Я пришла с братом, и вот с подружками встретились. А я с друзьями, Катя, Маша и Тося вот. Замечательная идея, шикарная, просто. Объединяет народы, национальности. Все хорошо. Я сначала с окна наблюдала, ждала, пока ребенок проснется. Наконец-то ждала. Вот теперь веселимся. Классно. Праздник «День соседей» дошел до микрорайона Зенина. Площадкой его проведения стал двор на улице Камова. Для нового жилого комплекса такие мероприятия важны по-особенному. Они дают возможность соседям познакомиться друг с другом. С приятными новостями к жителям обратился глава-люберец Владимир Волков. Так как мы находимся на территории вашего микрорайона, я хочу озвучить такой серьезный проект, который будет реализован на следующий год. Это озеро Черное. На этом месте будет разбит парк. Современные, красивые, спортивными площадками, площадками с пешеходными зонами, велодорожками. И, конечно же, мы сделаем набережную. А на набережной сделаем место для, как сейчас говорят, для приложения труда. Это кафе, это ресторанчики, это магазинчики, это, конечно, аттракционы. Подобные встречи приурочены к главному событию этого года – 400-летию Люберец. До масштабного празднования юбилея города остались считанные дни. Уиза и Гязарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.